В студии Международного Азербайджанского информационного агентства Тренд популярная, телеведущая, харизматичная, импозантная и зажигательная Гусиня Магирамова. Здравствуйте! Здравствуйте, вы Гар. Меня еще так никто не представлял. Спасибо вам большое. Ну и как отдохнули на Мальте? Это был, во-первых, мой первый отдых за рубежом. Я всегда ехала работать, но это тоже была работа, но я совместила приятное с полезным. Мальта – это такое прекрасное место, что там отдохнуть невозможно. Даже если ты там работаешь, вся вот та обстановка, вот то солнце, море – это все все равно как бы влияет положительно. Ну и как после этой солнечной погоды приехали в южный, но в данное время холодный Баку? Никак, не очень хорошо, потому что я вообще не очень люблю зиму, не люблю холодную погоду. И я уже когда ехала, мне позвонили, что здесь очень холодно, так что ты уже подготовься морально к этому. Пришла и вот зима. Я думала, что я приду с собой, принесу часть мальтийского солнца, но оказалось, что нет, не хватило силы. А снег? Ничего, да я очень надеюсь, что он скоро растает. Как получилось, что вас пригласили стать членом национального отбора на Мальте? В летом 2010 года общественное телевидение проводило грандиозно большое мероприятие. Это 1964-е летнее ассамбление EBU – European Broadcasting Union. И значит, здесь были представители очень многих стран, в том числе и Мальты. Был президент мальтийского общественного объединения. Очень хорошо здесь поладили, им очень понравился Азербайджан. И вот когда они решили сделать интернациональное в жюри, они и вообще все это время наблюдали наш национальный отбор, и выбор пал на меня, к чему я очень рада. И вот я поехала туда. А не были удивлены? Почему именно на вас? Ну, не очень была удивлена, так как... Ну, это, как правило, же приглашают на отбор, скажем, деятели культуры, искусства. А чем я хуже? Нет, я бы не сказал, что хуже. А почему именно пригласили такой телеведущего? Потому что Джозеф Мизи, вот этот человек, который был в Азербайджане, я была его хостом. И вот я ему показывала Баку, все, видимо, я очень с ним хорошо поладила. И плюс они смотрели национальный отбор, как бы, ну, как ведущего этого национального отбора. В том числе, они были очень хорошо проинформированы, что с первого года я вела все национальные отборы, можно сказать, и комментировала. И как бы, еще я очень себя здесь хорошо показала, что я так хорошо разбираюсь в этом Евровидении, что они просто другой человеком в голову не могут прийти. Так вот, они меня пригласили, я... Причем был очень интересный момент, у меня, вот, бывает маленькая черная полоска была, и настроение не очень хорошее. Я захожу на мейл и вижу приглашение в жюри мальтийского отбора. Так у меня сразу белая проза, причем настолько широкая, что не думаю, что она даже закончится. Может, вам еще там мальтийский орден вручили? К сожалению, пока не успели. А сколько членов жюри было? Сейчас я скажу, жюри было, кроме меня, значит, Азербайджан, было представители из Турции, Грузии, Италии и Португалии. А директор жюри был очень известный, певец и композитор в Италии, который писал песни и Тото Кутуньо, и Альбано. Его и в Италии, и на Мальте очень любят, он был председателем жюри. Были какие-то у вас разноклассия с членами жюри? Совпало ли мнение жюри с вашим? Нет. А выбор? Нет. Тоже нет, да? Нет. То есть вас не послушались? Нет, не то чтобы нет. Такую хрупкую девушку из Азербайджана, симпатичную, обидели? Нет, меня не обидели. Я не дам себя в обиду. Дело в том, что с моим мнением все согласились. Но проголосовали, значит, шесть членов жюри проголосовали трое за одного, трое за другого. Но так как там, кроме мнения жюри, еще учитывалось общественное мнение, хоть и в маленьком количестве, не в таком, не 50 на 50, а, значит, 66% на 34. 34% отдавалось телезрителям. То есть контрольный пакет акций был у телезрителей. И на два голоса всего тот участник, вернее, песня, за которую я проголосовала, дала 12 баллов, проиграл тому, кто в итоге победил. Для них этот конкурс очень важен. Вся страна – это фанат, большая, я не знаю, такой островок фанатизма Евровидения. У нас тоже так. Да, у нас тоже так. И на Мальте такая же ситуация. При этом Мальта четыре года не может пройти финал. Для них это уже достаточно большая проблема. Они не стремятся выиграть, они мечтают хотя бы попасть в финал в этом году. Так как они последние несколько лет посылают туда только романтические баллады, они решили в этом году послать динамичную, не знаю, может, типичную Евровиженскую песню, чтобы хотя бы пройти финал. И вот как раз вот эта песня, которая выиграла, она подходит по этим стандартам. Это такой мальчик, и песня такая типичная Евровиженская. И я думаю, что в финале они пройдут, но не думаю, чтобы они заняли высокие места на конкурсе. В прямом эфире общественного телевидения, когда проходило Евровидение, была прямая связь с вами. Вы были находились в это время в Мальте, но чувствовалось, очень чувствовалось, что вы хотели бы в данный момент, то есть в то время находиться именно в Баку. Естественно, я бы хотела присутствовать и здесь тоже, но если бы у меня был выбор, я вам скажу честно, Мальта или здесь, я бы выбрала Мальту. Потому что этот опыт у меня уже был. Самый большой для меня в моей жизни, до сих пор, моей карьей запоминающийся момент, это было Евровидение в 2008 году, первое, то, что проходило во дворце Гейдара Алиева. Вот это грандиозное шоу. И вот я ввела это шоу. В принципе, дальше уже, естественно, и после этого я с удовольствием буду вести. Но опять-таки, мой опыт в жюри это был первый раз, и моя мечта всю жизнь побывать на острове, причём на Мальте, я бы не отказалась от этой мечты. Так что я не скажу, что я была расстроена, что я не была в Баку. Только честно, вы согласны абсолютно с мнением жюри, что должны были поехать именно Эльдар Гасымов и Нигар Джамал? Или у вас был свой фаворит? Нет, фавориты у меня были свои с самого начала. Имя? Имя, имя. Имя, я сейчас скажу, я болела за мужской пол в этом отборе. Я хотела, чтобы поехал мальчик. Нет, ну мужской пол это понятие растяжимое, а конкретные имена могли бы сказать? Сейчас я вам скажу, мне нравился очень Орхан Исрафилов, мне нравился Чингиз Мустафа, мне нравился Нурлан, и мне нравился Эльдар. Так. И всех вот эти 77 участников, которые участвовали там. Из пятёрки я болела, у меня был фаворит Ильхаме, я болела за Эльдара тоже. Но этот дуэт, который выбрали Эльдар и Нигар, мне кажется, что очень успешный и очень оптимальный вариант из этой пятёрки. Ну, многие думали, что, в частности, на различных форумах обсуждалось такое мнение, что Эльдар Гасымов является неоспоримым победителем, а кто с ним будет в дуэте. Говорили именно Анишан Гулиевой, Ильгар Ибрагимовой, Ильхамы Гасымовой, естественно, Нигар Джамал, да? Но говорили, что по локальным данным Ильхама Гасымова намного сильнее остальных своих соперниц, скажем так. Даже некоторые думали, что, скажем, Эльдар Гасымов будет в паре с Ильхамой Гасымовой. А выбор именно Нигар Джамал в дуэте с Эльдаром Гасымовым было для вас неожиданность или нет? Если бы Эльдар поехал бы, ну, участвовал бы, как бы, пел в дуэте с Ильхамой, я бы удивилась тогда больше. Почему? Чем с Нигар. Почему? Мне кажется, что Ильхаме больше всё-таки сольный исполнитель, достаточно оправдавший себя в плане вокала и в плане артиста на сцене. Поэтому, как бы, я этому больше удивилась бы, чем Нигар, потому что они и чисто даже визуально, и, мне кажется, по голосам, по вокальным данным тоже больше подходят друг к другу. В последнее время идут такие разговоры, нужно ли нам Евровидение, не нужно нам Евровидение. Как вы относитесь к этому вопросу? Это первая часть. А вторая часть, скажем так, вот позапрошлом году было очень много хитов, которые и по сей день звучат в эфире. А прошлогодний, значит, конкурс Евровидения, он оставил, можно сказать, двоякое впечатление, и особых хитов не запомнилось. Даже победа Лены Майер была воспринята неоднозначно. Да. Начнем с того, что нужен ли нам этот конкурс. Нужен и даже не обсуждается очень. Почему бы и нет? Во-первых, посредством этого конкурса мы пропагандируем себя, нашу культуру, музыку, страну, традиции, обычаи. Я вам скажу, что человек, который каждый год ездит, там есть очень... Сейчас я объясню. Каждая страна проводит свои вечеринки, каждая страна проводит свой вечер, где показывают народную музыку, национальные особенности какие-то. И фанаты, журналисты, очень много людей стекается со всего мира на этот конкурс. И, естественно, таким путем очень много людей узнают о нашей стране намного больше, чем они могли бы узнать без Евровидения. Во-вторых, второй конкурс насчет хитов. Да, прошлогодний конкурс, мне кажется, за последний год был самым таким, не то чтобы скандальным, но каким-то немного... Суховатым. Не знаю, это же можно сказать суховатым, не знаю, но хиты были. Но в частности, вот в прошлом году британские букмекеры, которые очень редко ошибаются, прощили наши представители в Сафуре первое место. Я нашла возможность... Тмёрдое первое место, но неожиданно... Да, неожиданно. Вот прошлогодний конкурс оказался Сафур на пятом месте. В чём причина, на ваш взгляд? Ой, я не знаю, в чём причина. Это очень сложно. Я вам скажу, я... Несмотря на то, что я веду Евровидение, слежу за этим конкурсом очень давно, но я ни разу не смог... Ну, очень редко я... Я не знаю, когда я смогла приугадать результат Евровидения. В смысле, никогда мой фаворит не выигрывал этот конкурс. Я, Лена Майер, она, я не знаю, какие-то, может быть, были моменты, что Германия должна выиграть. Или же это была оригинальная песня, которая до этого не звучала. А может, были какие-то политические... Была какая-то политическая подоплёка? Я не знаю, не могу сказать насчёт... Я в политике не разбираюсь, если даже это так было. Потому что некоторые считают, что Евровидение больше становится политизированным, нежели музыкальным. Потому что, как правило, соседние страны дают друг другу высокие баллы, да? Но, несмотря на это, в итоге в десятке всегда оказываются лучшие песни, которые исполнялись за год в этом Евровидении. Так что я не знаю, насколько это правдиво. Потому что, если посмотреть, то самые фаворитные песни, независимо от того, страна, соседи друг друга голосовали друг за другом, они в итоге оказывались в финале. Опять-таки, насчёт Германии можно ещё... Может быть, ещё... Потому что всё-таки прошлогодняя Евровидение было 55-летним юбилеем... Был 55-летний юбилей Евровидения. Единственная страна, которая вот эти 55 лет с первого дня участвовала, это была Германия. Как бы это может быть символически, что сделали такой шаг тоже. Но, опять-таки, если обратить внимание, каждый год на Евровидении побеждают песни, которые хоть чем-то отличаются от массовости, от тех песен, которые вот шаблонно исполняются на Евровидении. Известный экстрасенс Зиратен Резаев в интервью нам сказал, что... предсказал, скажем так, что в этом году Евровидение будет слабее, чем в предыдущие годы. Как вы думаете? Согласны с этим мнением? Нет. Я, естественно, не могу предугадать, я не могу это увидеть. Тем более, ваши предугадки всегда оказываются... Да, тем более, что они не всегда оправдываются. Может быть, и да, но мне кажется, что слабее Евровидения в Норвегии не будет. Потому что и в Финляндии, и в Сербии, и в Москве, всё было на высшем уровне. Здесь они... всё-таки немцы отличаются немножко от норвежцев, они не такие холодные, они тоже любят в какой-то мере себя показать. Я думаю, уровень будет намного лучше. Ваш прогноз на Евровидение, только не говорите, пожалуйста, что Эльдар и Нигайр займут первое место, иначе они это место не займут. Не скажу, только потому, что вдруг Гешмазнидия, как говорится, у нас, но я очень, естественно, болею за них и хочу, чтобы, наконец-то, в этом году Евровидение уже пришло к нам в страну, чтобы мы победили. Но в любом случае мы будем на хороших местах в Азербайджан, потому что у нас очень много болельщиков за рубежом, мы всегда показывали себя как сильнейший участник. Я думаю, что в этом году будет точно так же. Но если даже не первое место, то думаю, что в этом году первое место будет за Англией, и в следующем году мы можем поехать туда. Но в любом случае нельзя забывать о том, что в 2009 году наши участницы Айсель Теймурзады и Араш заняли третье место, и планка уже слишком высоко поднята. Поэтому ниже третьего места нам успех не нужен. Не нужен. Первое место и все. Блу, пускай отдыхают. Блу, пускай отдыхают.